В Приднестровье обобщили данные о налоговых поступлениях. Из-за внешнеэкономических сложностей с начала года значительная часть предприятий уменьшила отчисления в бюджет. 34 крупнейших налогоплательщиков уплатили на 235 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Однако есть и предприятия, улучившие свои показатели. О тех, кто в сложных условиях увеличивал отчисления в казну, наш следующий сюжет. По статистике, муниципальные, то есть городские и районные организации за 8 месяцев этого года произвели продукции на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Например, Тираспольское спецавтохозяйство за счет собственных средств открыло новый участок по установке газобаллонного оборудования. До конца года планируют сдать новую часть полигона твердых бытовых отходов. Приобретены газонокосилки, мусоровоз «Мерседес». Для города изготавливаются новые мусорные контейнеры. Дополнительные доходы предприятие получило благодаря лучшей работе с неплательщиками. На вывоз мусора заключено немного больше договоров. Но главное – это расширение производственной деятельности. Последние 2-3 года в связи с новой политикой государственной администрации, правительства, администрации президента, все работы по благоустройству города, общестроительные работы, производящиеся в городе, стали выполнять государственные предприятия и в том числе и муниципальные предприятия. Также больше налогов уплатила часть банков, активизировавших свою деятельность. Но основной прирост, причем значительно больше, чем дополнительные доходы от всех муниципальных и коммерческих организаций вместе взятых, обеспечила работа «Молдавская ГРЭС». Это связано с тем, что Украине теперь не хватает угля, и она отказалась от продажи электроэнергии в Молдову. Эту нишу заняла Приднестровская электростанция, увеличив производство на 20% с небольшим, а размер налоговых отчислений на 60 миллионов рублей. Из 50 крупных налогоплательщиков, 14 из них дали рост 77 миллионов, прирост. Соответственно, те недопоступившие средства от других крупных налогоплательщиков в сумме за полугодие порядка 235 миллионов рублей, конечно же, не перекрывают полностью, но это значительно, это практически треть от той суммы, которая недопоступила от других крупных налогоплательщиков, и, конечно же, это ощутимо для бюджета. Степан Бугаев, Наталья Цыку, Александр Чабан. Первый Приднестровский.